МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Чего ждать от новой команды депутатов? Председатель Думы Антон Ульянов встретился с журналистами. Новый год в условиях карантина. Как саровчане планируют отмечать праздник? 9 медалей и 2-е место в общекомандном зачете. Все юные тяжелоатлеты победили на областных соревнованиях. Далее расскажем обо всем подробно. Вакцину от коронавируса признали главным научным прорывом года. Об этом сообщили в журнале Science. В издании отметили, что препараты были разработаны и испытаны с рекордной скоростью сразу в нескольких странах мира. При этом создавались вакцины в достаточно необычных условиях. И никогда еще столько конкурентов не сотрудничали так открыто и часто. Никогда еще так много кандидатов не продвигались к крупномасштабным испытаниям эффективности практически параллельно. И никогда еще правительство, промышленность, научные круги и некоммерческие организации не использовали столько денег, усилий и умственных ресурсов на одну и ту же инфекционную болезнь. В такой короткий срок заявили в журнале. Между тем, в России из резервного фонда правительства выделили дополнительно более 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился максимально быстро довести финансирование до регионов, чтобы там оперативно организовали закупки необходимых препаратов. Про отмену концессии, новых депутатов и свое отношение к власти. Антон Ульянов провел первую пресс-конференцию на посту председателя Думы. Журналистов интересовала не только ситуация в городе, но и личный взгляд Антона Сергеевича на многие, в том числе, философские вопросы, а также его политические амбиции. Стоит опасаться тех, кто намеренно стремится к власти, считает Антон Ульянов. Новый председатель Саровской Думы признался журналистам, что не ставил перед собой цели занять руководящее кресло и, ссылаясь на слова Никиты Михалкова, обозначил власть как тяжкий крест. И тот, кто жаждет власти, не несет этот крест, а лишь преследует личные интересы. Я за каждой должностью не гнался. Туда, куда я попадал, везде получалось так, что меня кто-то предлагал и поддерживал. А я не пытался цепляться и завоевать чего-то нового. В 2015 году Антона Ульянова избрали депутатом шестого созыва Думы. И через два года он стал зампредом, а в седьмом созыве председателем. И хотя теперь руководитель Думы в Сарове не является главой города, его ответственность от этого не становится меньше. Город перешел на одноглавую систему управления, но администрации и мэр остаются подотчетными Думе. Городская Дума не ушла в подчинение главе города. И Городская Дума, это как представительный орган власти, он все равно стоит особняком. Депутаты – это представители людей. Все равно Городская Дума остается в этом статусе и ничего не теряет. Рассказал новый председатель и о городских проектах. В частности, о создании в Сарове национального центра математики и физики и филиала МГУ имени Ломоносова. По словам Антона Ульянова, пока много вопросов, как и где расположатся учебные корпуса и Академгородок, и как именно будет организована новая федеральная территория, статус которой должен приобрести Саров. Но ответы на них будут получены уже в ближайшее время. Данным же соответствующее распоряжение правительству, полетели телеграммы, забегли люди, готовятся документы. Университет готовит преподавателей. И все это будет в рамках того, что в городе будет, город станет федеральной территорией. Не обошел вниманием Антон Ульянов и вопрос концессии Горводоканала. На днях глава города Алексей Сафонов сообщил в своем инстаграме, что он отменил все постановления, касающиеся этого процесса. Председатель Думы уверен, что это взвешенное решение, которое повлечет за собой дальнейшее изучение вопроса. Нынешний глава, понимая, что эта тема, концессия, она идет на 20 лет вперед, и начинать ее, имея какие-то нерешенные вопросы, какие-то подводные камни, запускать ее нельзя. То есть, чтобы она и юридически не была потом оспорена, чтобы этот проект был действительно сложный, он очень сложный, конечно, был реализован. Начинать ее с какими-то нерешенными внутренними нестыковками, с вопросами от прокуратуры или еще бы кого-то ни было, невозможно. Сети водоснабжения и водоотведения нуждаются в реконструкции. Консессия – один из инструментов для решения этого вопроса. Но далеко не единственный, подчеркнул Антон Ульянов. Депутаты и администрация в новом году продолжат обсуждать ситуацию с Горводоканалом. Депутаты и администрация С экспозициями музеев Нижегородской области теперь все желающие смогут познакомиться с помощью проекта «Артефакт». Это цифровая платформа мультимедиагидов по музеям и выставкам с применением технологии дополненной реальности. Информацию об экспонатах можно прослушать, воспользовавшись аудиогидом. Произведения искусства в музеях помечены специальными стикерами дополненной реальности. Всего на платформе в открытом доступе представлены выставки семи музеев региона. Готовится к выпуску четвертый сборник книги «О паленой войной. Дети войны и победы». Саровчане, желающие поделиться личными воспоминаниями о жизни в тылу и сражениях на фронте, могут обратиться к главному редактору сборника «Надежде Почтарюк» до 1 марта 2021 года. Книгу планируют опубликовать ко дню памяти и скорби 22 июня 2021 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону 60206 и плюс 7 952 459 02 35. С 20 декабря в Нижегородской области запрещено ловить налима. Запрет вводят для сохранения популяции этого вида рыб семейства тресковых, так как именно зимой у налима идет нерест. При ловле рыбы запрещенными приспособлениями нарушителям грозит уголовная ответственность. Пандемия диктует свои условия. Ограничения добрались и до формата празднования Нового года. Корпоративов не будет. Рестораны закроют свои двери в 7 часов вечера. Чтобы остановить распространение коронавируса, власти советуют нижегородцам остаться дома и праздновать наступление 2021 в кругу семьи. Где намерены встречать Новый год саровчане, выясняла наша съемочная группа. В ночь 31 декабря на 1 января будут закрыты все рестораны и кафе. Также отменят все массовые елки. Как и где будут отмечать Новый год саровчане, давайте спросим у горожан. Я один, поэтому хочу куда-то поехать. Надо съездить будет, отдохнуть. Наверное, здесь. Хотя мы, скорее всего, поедем в горы. Мы будем сначала вместе собирать елку, а потом соберем новогодний стол, позовем бабушку, дедушку, дядю, тетю и вместе соберемся за столом. Дома. С кем? С родителями. Дома с семьей уютнее, как-то привычнее. Нигде дома. Почему так? Пост. Грех. Да, дом, конечно. С семьей? Да, с семьей. Да, дома где я встречать буду, Господи. А с кем? Ну, в кругу семьи. Ой, какой Новый год. Конечно, дома. Конечно, дома. Замечательно. С улыбкой. И чтобы треклятый коронавирус исчез у нас под Новый год. Чтобы вообще его никогда не было. И не видели мы его никогда в Новом году. Всем сделать прививки. Друзья, совсем не важно, где и с кем вы будете отмечать Новый год. Главное, чтобы вы были счастливы и довольны. Для вас опрос проводили Ирина Вашегородцева и Константин Островский. Юные спортсмены из Центра внешкольной работы стали победителями и призерами областных соревнований по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Виктора Бушуева. В общекомандном зачете саровчане заняли второе место и привезли домой девять медалей разного достоинства. Подробности в следующем репортаже. Четыре золотых, три серебряных и две бронзовые медали. На областные соревнования по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Виктора Бушуева клуб Греции Центра внешкольной работы отправил девять ребят. И ни один не вернулся с пустыми руками. Самому юному спортсмену всего восемь лет. В зал Никита Гараев пришел вместе с другом. Быстро втянулся и от пустого грифа плавно перешел к первым весам. Для него соревнования в Дзержинске стали дебютом. По сумме двух упражнений мальчик набрал 24 килограмма. Восемь в рывке и 16 в толчке. Такой результат принес Никите третье место и желание развиваться дальше. Главное не победа. А что? Участие. А вот другой воспитанник Греции Артем Драницын в мире пауэрлифтинга уже не новичок. Юноша посвятил силовым тренировкам пять лет и за это время дошел до первого взрослого разряда. На областные соревнования Артем ехал как фаворит своей весовой категории. И надежды тренера оправдал на все сто. Вырвал 95 килограммов и толкнул 115. Как итог золотая медаль. Сейчас тяжелый атлет планирует покорить новую вершину. От звания кандидата в мастера спорта его отделяют несколько десятков килограммов. Непосредственно моей категории до 81 килограмма нужно 240 поднять в сумме двух упражнений. То есть это примерно толчок 130 и рывок 110. Вот на последних соревнованиях поднял 95 на 115. Вот надо плюс 15 добавить в каждом упражнении. Плюс 30 в сумме и будет КМС. Сегодня в клубе Греции занимается 18 ребят. Двери открыты для всех и среди воспитанников немало представителей из прекрасного пола. С железом они работают наравне с парнями и тоже не прочь показать свои силы. На состязаниях в Дзержинске часть нашего города защищали две девушки. Алена Ермакова стала первой, а Валентина Савина завоевала серебряную медаль. Несмотря на сложившиеся стереотипы, тренер Руслан Казабаранов уверен. Девочек тяжелая атлетика испортить не может. Все, кто занимаются штангой, они, наоборот, становятся худенькими, стройными и так далее. И плюс это воспитывает в девочке качество личности спортсмена. Сейчас спортсмены клуба Греция готовятся к областным соревнованиям по тяжелой атлетике. Они пройдут 16 и 17 января. А всех, кто хочет попробовать силы в этом виде спорта, приглашают в Центр внешкольной работы. Клуб Греция работает по адресу улицы Бессарабенко, 14. Занятия проходят во вторник, четверг и субботу. Взлетая выше неба, батутный спорт развит в нашем городе. Но даже те, кто далек от профессиональных прыжков, наверняка с удовольствием проведут время в Центре Гуд Батут. Чтобы попрыгать там, не нужны специальные подготовки. На батутах комфортно чувствуют себя и взрослые, и дети. Для профессиональных спортсменов и любителей, для детей и взрослых, для тех, кто ставит перед собой амбициозные цели и кто хочет просто весело и с пользой провести время. Батутный центр объединяет абсолютно всех. В Гуд Батут можно встретить двухлетних карапузов с мамами и опытных акробатов. Сюда приходят по одному и дружными компаниями. Для занятий не нужно специальных знаний и физической подготовки. Все, что необходимо, соблюдать простейшие правила безопасности. Не нырять в поролоновую яму вниз головой, не прыгать вдвоем на одном батуте и сложные элементы выполнять под присмотром инструкторов. Любой человек, который даже не занимался спортом, может прийти и попробовать себя в этом. Да, первое время, конечно, будет непривычно, но со временем, с первого раза как бы ни у кого сразу не получается прыгать, но со временем, кто второй, третий раз приходит, им ожидается легче. С детьми в Гуд Батут занимаются профессиональные спортсмены-инструкторы. Программы рассчитаны на две возрастные группы. Для малышей от 4 до 8 лет и для ребят постарше, от 8 до 12. Конечно, после прыжков на батутах прямая дорога в акробатику, но вообще такие занятия работают на развитие и укрепление всего тела. Развивать координацию. Начиная с малых лет, если ребенку сюда отдавать в спорт, именно батут, то когда он подрастет, он будет хорошим спортсменом. Здесь работают все части тела. Смотря какой ребенок, обычно дети приходят сюда, наверное, лет с 4. И если они дальше хотят идти профессионально заниматься, то они идут, соответственно, в школу акробатики. Рады в Гуд Батут и совсем крохом. Малышам от 1,5-2 лет весело в сухом бассейне и веревочном городке. С ними занимаются аниматоры. Да и попружинить с мамами и папами на батутах такие карапузы тоже могут. Перед выходом на батуты с ребятами в игровой форме проводят разминку. А после занятия дети с удовольствием ныряют в поролоновую яму. Туда, кстати, с радостью прыгают и взрослые. Батутный центр – тот самый билет в детство, который доступен каждому. Спортсмены-профессионалы вытворяют на батутах невероятно сложные трюки. Но для того, чтобы просто расслабиться и получить удовольствие, достаточно слегка пружинить и немного подпрыгивать. Всего несколько минут и напряжение рабочего дня как не бывало. В Гуд Батут можно прийти на индивидуальное занятие, заранее записавшись. А можно просто попрыгать в свое удовольствие всей семьей. Проведут тут и групповые занятия для компаний от 4 до 10 человек. В такой активной форме можно, например, отметить день рождения или Новый год. В центре есть небольшой банкетный зал. В любом случае, посещение Гуд Батут станет для вас незабываемым опытом, который вам наверняка захочется повторить. Чему-то новому научиться, потому что Батут оставляет потом положительные эмоции. На все оборудование в центре Гуд Батут есть сертификаты соответствия. Отдых и занятия тут абсолютно безопасны, если соблюдать все правила и слушать инструкторов, которые всегда дежурят в зале. На занятия по абонементам действуют скидки. Также скидки есть для многодетных семей и детей с ОВЗ. Батутный центр Гуд Батут. Прыгайте в свое удовольствие. Чапаева, 26, Элегант, второй этаж. Телефон 8-958-548-1448. Посещение по предварительной записи. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.